Привет, друзья! Сейчас хочу пятое видео записать на тему эфиров, которые мы сейчас с Айгуль и с Ириной проводили по поводу инвалидности ребёнка, по поводу принятия этого мира, по поводу принятия всех такими, какие они есть. Вот, если вы смотрели первые четыре серии, то вам, наверное, будет интересно, какую обратную связь тут многие писали. Я хочу один комментарий зачитать. Кстати, у нас такое ураганище. Мы хотели погулять сегодня, потому что Айгуль завтра доделывает зубы, послезавтра уже улетает домой к себе, в Татарстан. И всё, там дождь, ураган, такой ветер, мы просто из дома не можем выйти. И сидели целый день, сегодня работали. И у нас ещё много чудес произошло, столько задним числом воспоминаний интересных. И вечером девочки хотят выйти, ещё записать свои сознания, там действительно ещё столько интересного просто. Вот, пока они там готовятся к вечеру. Я хочу зачитать один комментарий, и у меня было там три вопроса. Первый вопрос. Ну, как же я откажусь там, типа, от пособия? Как же я выйду из чата? Как же помощь и так далее? Люди не принимают причину в себе. Вот. Я об этом хотела в этом эфире поговорить. Также не принимают, что её брат вышел из тюрьмы. Они говорят, ну, в тот же день он вышел из тюрьмы досрочно, но он же не мог за один день выйти. Типа, очень долгое время к этому уже была подготовка, документы, там это же всё не сразу. Я тоже хотела бы об этом немножко рассказать, но пока прочитаю отзыв. Девочки, всё, что вы говорите, правда. В два года, когда моему сыну поставили аутизм, я выписала все свои выгоды честно. Хотела, чтобы я хоть кому-то была нужна. Хотела удержать мужа. Хотела, чтобы во мне нуждались. Чувство неполноценности у меня было во всём, которое мой сын и отражал. Я громко вслух от всего отреклась. Я отказалась от инвалидности. Я написала список, почему мне она больше не выгодна. Мои новые цели и смыслы жизни, ориентированные на себя, и как мне инвалидность будет сильно мешать. Всё это было написано в моих новых целях. Начала каждый день представлять сына здоровым. И как я счастлива от этого, как праздник отмечала, каждый успех, а плохое игнорировала, говорила, что пройдёт. С каждым днём он становился всё здоровее. Сейчас он пошёл в первый класс, в самую обычную школу. Я невероятно счастлива и благодарна ему и всему сущему за исцеление моей души. Надо, чтобы вы сами были полны жизни. У вас было хобби, интересы, творчество, радость, смыслы, цели. Цели и смыслы. Чтобы вам было очень выгодно, чтобы ваш ребёнок был самостоятельным и здоровым. Чтобы вам от него ничего больше не нужно было. Просто он есть и всё. Вы тогда и целостны, и самостоятельны. А он просто для радости вашей. Пусть наши дети будут свободны от наших травм, счастливо живут свою жизнь. Также я отреклась от хорошей мамы. Быть молодец в этом. До этого я был достигатором много побед. Я решила поставить свои цели и вызовы идти к своим радостям, интересам. Где я хочу для себя быть молодцом, а не для ребёнка или для других. Я вышла из всех групп с больными детьми, чтобы вообще не питать эту тему. И исключила всё, что связано с инвалидностью. То есть с любой информацией я перестала взаимодействовать. Произошло ещё много чего. И это огромный труд. Много слёз, осознания, эволюции, познания себя. Ниже комментарий. Я его сейчас, если найду. Если не найду, то по памяти скажу. Это я всё с YouTube читаю. Просто очень много комментариев тут налетело. Так, так, так. С четырёх-то видео. Наверное, долго буду искать. В общем, можете сами посмотреть на YouTube комментарии, почитать под этими всеми видео. И там одна женщина пишет. Я отказалась от пособия по инвалидности. И у неё тоже ребёнок пошёл в нормальную школу. Тоже стал здоровым. Это к тому, что только наши страхи удерживают вокруг нас больных людей. И чем больше мы им пытаемся подстелить соломки, чем больше мы их пытаемся лечить, тем больнее они становятся. В моей книге «Истелить нельзя игнорировать» про сахарный диабет, по-моему, и онкология, и другие заболевания, так и называется книжка. Прежде чем кого-то лечить, во-первых, надо всегда спросить, а ты действительно хочешь быть здоровым, да, и что ты будешь для этого делать? Потому что каждый человек своим собственным желанием, это только его желание, желает быть больным для того, чтобы пройти какие-то уроки, что-то себе показать. Вот был такой вопрос от мамочки. А у меня ребёнок уже родился такой инвалид. То есть он ничего не хотел, у него ещё не было желаний. У его души, которая намного мудрее всех нас взятых, потому что дети, они, получается, каждый новый человек рождается, каждый новый, с душой мудрее, мудрее, мудрее. Там душа мудрая пришла по своему собственному желанию в тело такого ребёнка, да, пройти определённый опыт для себя. Пусть недолгий, может, долгий, но это её было желание родиться именно в таком теле. Плюс мы, как наблюдатели, резонируем всегда с любыми людьми, которые встречаются в нашем пути, неважно, дети это или вообще мимо проходящий какой-то человек, только когда мы на одной волне резонируем, когда наши желания встречные. Мне надо пройти урок с больным ребёнком, а больной ребёнок именно приходит к этой маме, чтобы увидеть себя в зеркале от мамы. То есть, получается, мама видит себя как в зеркале, глядя на ребёнка, ребёнок, глядя на маму. Встречные желания. Каждый видит себя в друг дружке. Не знаю, как это ещё объяснить. Если бы у мамы не было бы желания иметь ребёнка-инвалида, то этот ребёнок-инвалид родился бы у той, которая хотела бы. Понимаете? Здесь желания встречные. Не может быть такого, чтобы ты хочешь, а другой нет. У меня было как раз вот это упоминание, это было в четвёртом эфире, где я рассказывала ещё про деньги. Ты уже там тысячу раз разбогател, хочешь отдать деньги, но если встречного желания у человека нет, их обратно получить, подсознательные, естественно, мы творим не шаблонами ума нашими, а подсознательными шаблонами. Мы их не замечаем, они просто есть. У нас есть определённые фильтры мышления, через которые мы видим мир. И если человек дал в долг и не может получить, это не потому, что ему не отдают, потому что он не готов принять эти деньги. Они ему в данный момент здесь сейчас по каким-то причинам не нужны. Либо, может быть, нужны, но у него есть куча выгод их не иметь. У ребёнка есть куча выгод быть инвалидом. Для себя он свои уроки проходит. Для мамы есть куча выгод, чтобы ребёнок был инвалид. Когда мама убирает все выгоды, либо этот ребёнок перерождается, уходит, и она может забеременеть другим, либо он в другой жизни, она перестаёт с ним резонировать. Либо она прошла урок, и её зеркало, ребёнок прошли урок, он исцеляется. Тут либо исцеление, либо уход, либо... Либо... Ещё варианты есть. Можно не вспомнить, чтобы вообще был ребёнок инвалид. И вот здесь я хочу ответить на вопрос по поводу высвободился человек из тюрьмы и привести несколько примеров. Высвободился из тюрьмы, но подготовка была давно, то есть это никак не может с проработками Айгуль совпадать. Ну, просто случайно совпало, но это никак не связано. Очень даже как и связано. Мы формируем нашу реальность через фильтры нашего мышления. Здесь сейчас видим каждый своё, даже глядя на одно и то же, у нас всегда реальность разная. И когда вы поменяли своё мышление, свои фильтры в голове, свои программы, видение другое, вы по-другому этот мир видите. Суждение о прошлом вы тоже видите по-другому. И если кто-то работает с людьми, как наблюдатель, видит, что ему говорят, у меня всегда так было, всё, на этом можно останавливаться, потому что вы проработали человека. Только наблюдатель помнит, но тоже не всегда, только наблюдатель может помнить его прошлое, другое прошлое. А тот человек наблюдаемый, у него реальность меняется, и он говорит, а у меня всегда так было. Вот пример приведу. Ко мне пришёл человек и говорит, мне нужно 100 тысяч, это было лет пять назад, не помню точно сколько, мне нужно 100 тысяч к Новому году. Я говорю, а ну-ка давай наколдуй мне, две недели осталось, докажи, что ты такая умная. Я говорю, я не собираюсь тебе ничего доказывать, мне вообще это неинтересно. Он такой, я тебе отдам эти деньги, а мне самой стало уже интересно, просто, ну, не знаю, не помню, о чём я конкретно думала, но точно стало интересно, говорю, а давай поработаем. Причём я изначально понимала, что мы будем, когда работать, когда люди приходят ко мне за деньгами, или за болезнями, или ещё за чем-то, я понимаю, что в конце концов они поймут, что им вот это всё не нужно, им нужно было вообще другое. Они искали радость, любовь, смыслы, цели, искали, как сказать, они пришли за любовью, за вниманием, чтобы трансформировать себя. А деньги, это так, просто их как отмазка привела ко мне. Вот, я думаю, ну, по-любому перестроиться. Так и случилось. Он, значит, мне 31 числа пишет, мы две недели работаем, ныли. 100 тысяч я не получил, ничего не получилось, но я настолько рад, что вот это желание денег, а ну-ка мне докажи, привело меня к тебе, потому что я понял вообще те вещи, которые я искал всю жизнь. Я говорю, Валер, ты точно ничего не получил? Он такой, да, точно. 1 января мы с ним списываемся, и он мне пишет сообщение. Давай с тобой дальше работать, я сижу в тюрьме. Мне сидеть 13 лет, давай я выйду пораньше. Я офигеваю от того, что он в тюрьме. У меня просто был шок. Я давай трансформировать себя, да, конечно, где я себя закрыла, почему я здесь в тюрьме в своем теле, в тюрьме на этой планете, тра-та-та-та-та-та. Рядом со мной сидит Кристина, моя помощница. Мы как раз вместе, у меня офис, и дом, где я жила в Краснодаре, было в одном месте на тот момент. Вот она сидит, пришла ко мне там чаечку попить, поработать над планами на Новый год, на новый предстоящий год по работе. Вот мы сидим, и он подключается и говорит, что вот давай типа по поводу тюрьмы. Слово за слово что-то мы заговорились, и я понимаю, что он, знаете, что мне говорит? Мне, конечно, пришли 100 тысяч, пришли, говорит, вчера, но мне и так должны были и отдать, поэтому это не считается. Мы такие, постой. Кристина свидетель такая сидит, говорит, как это? Я сижу, понять ничего не могу. Ну, до меня не доходит. Она говорит, ну ты же к Нелле пришел для того, чтобы получить 100 тысяч, и ты ей сам сказал, что у тебя нет денег и не предвидится никаких доходов, а сейчас ты говоришь, что тебе отдали долг, и плюс еще какой-то остаток, там долг, не знаю, там 70-60 тысяч, и какой-то остаток пришли ему товаркой. Мы два года, Валерий, делали рекламу на его сайт, он продавал какие-то товары из Китая, с тюрьмы. Вот. Это же все сейчас легко делается, оттуда там все работают так. И я узнаю, думаю, нифига себе, два года с человеком и сидим с Кристиной пораженные. Извините, что у меня мысли сейчас бегают, я просто не знаю, за что хвататься, сумбурно немножко. В общем, Кристина говорит, мы два года с тобой работали, я делала рекламу тебе, и я не знала, что ты в тюрьме. Мы такие сидим, в тюрьме, в тюрьме, ничего себе. Вот. И он рассказывает то, что ему в итоге там бухгалтер посчитал или кто там у него там считал, доходы минус расходы, и вот у него какая-то часть прибавилась к тому долгу, который отдал, и ровно 100 тысяч получила. И он говорит, это мне и должны были отдать, у меня всегда так было. И все, мы тут начинаем ржать, потому что Кристина до этого вспоминает историю, которая буквально произошла с нами накануне, когда она говорит, Нелли, давай проработаем, давай проработаем, там, большие деньги срочно нужно отдать, а то счета заблокировали. И когда мы с ней работали, через там, сколько-то часов, целый день, выясняется, что ничего не блокировали, и я не так поняла, и там недолго, а всего лишь там полторы, полтора рубля инкасса налоговая сняла с счета, и все. И вот я говорю, а зачем ты мне заплатила 100 тысяч за работу, чтобы рассказать мне просто, что у тебя налоговая полтора рубля забрала, что ли? Она такая тоже сидит, не вкуривает. И она ему это объясняет, говорит, да блин, Валера, ты говоришь, у тебя всегда так было, у тебя задним числом реальность поменялась, то есть когда он ко мне пришел, никаких денег ему никто не должен был отдавать, он мне сам говорил, что денег нет, хочу 100 тысяч. По итогу-то он 31 числа именно получает эти деньги, ну говорит, это мне просто отдать должны были, ну типа ты тут ни при чем, я говорю, ну конечно ни при чем, ты там сам с собой работал, но реальность твоя поменялась, и ты получил эти деньги, окей. И дальше с тюрьмой, ему сидит 13 лет, мы трансформируем, он выходит там через 6-7 месяцев. Выходит и говорит, а мне и надо было через 6-7 месяцев выходить, понимаете, у меня всегда так было, то есть мы уже на тот момент все эти там полгода юристы по амнистии там собирали документы и как бы готовились к выходу, я знала, что мне надо сидеть, а мне 13 человек-свидетели, которым я каждый день рассказывала об этой истории, которые, ну наблюдатели наблюдали, что я с ним работаю, ему сидеть 13 лет, в итоге он выходит через 7 месяцев, говорит, у меня всегда так было. Я говорю, у тебя так же было, что и 100 тысяч тебе не приходило, и в тюрьме ты не сидел. И при этом, когда он вышел из тюрьмы, он всем говорит, что меня узнал, когда он эту историю рассказывает в эфирах, других людей начал трансформировать, потому что мы эти полгода с ним каждый день занимались трансформациями шаблонов, и он просто, ну, в такой космос ушел, столько их трансформировал, столько осознал, и он начал работать так же с людьми. И он говорит, я с Нелли познакомился, случайно видео увидел в ВКонтакте о том, что с ней можно поработать, и она там какие-то проблемы может решить. Ну, я решил для понта, ну, типа, кореши мне. Я ему говорю, мы два года с тобой работали, ты не случайное видео увидел ВКонтакте, ты вообще мой клиент, мы все время с тобой были до вот этого случая вместе. Кристина тебе рекламу делала, у меня есть свидетель, она говорит, ну да, но я же не дура, вот, пожалуйста, вы рекламные компании в рекламном кабинете. Он говорит, да нет у меня этих рекламных компаний, вообще не мои. Мы просто очень долго смеялись над этим, и он говорит, у меня всегда так было, что я вас не знал, у меня всегда так было, что мне никто ничего не должен, у меня всегда так было, что мне нужно было выйти из тюрьмы, и реальность таким образом и меняется, что сейчас у Айгуль тоже брат вышел из тюрьмы, ну, как бы, само собой разумеющееся, реальность подстроилась, чтобы нашему мозгу было понятно, почему в точке здесь сейчас именно такая реальность, поэтому прошлое меняется, чтобы мы могли себе объяснить, по цепочке, да, как мы имеем то, что сейчас имеем. И если вы в настоящем моменте меняете себя, мы не внешний мир меняем, мы не хотим, чтобы деньги пришли, мы не хотим выздороветь, мы ничего не хотим, мы хотим только расшириться и познать себя, и опыты извлечь. А реальность меняется автоматом. Но только стоит вам не с себя снять внимание, а на реальность, ой, хочу, чтобы она там поменялась, вы ничего никогда так не поменяете. Это невозможно поменять реальность, которая зависит только от вашего мышления. Только ваше мышление можно менять. И прошлое, оно подстраивается, чтобы вы себе могли, ум просто пытается подстроить прошлое, чтобы объяснить вот эту точку здесь и сейчас. И когда она будет говорить, что у меня ребёнок здоров, и видеть в нём, она ещё, понятное дело, видит в нём, что он недиспособный, да, видит ещё пока инвалида. Но придёт время, когда она просто увидит его другими глазами, когда у неё вот это щёлкнет, ей надо ещё поработать с мышлением со своим. Она всегда будет говорить, у меня всегда так было, был он у меня нормальный, и просто вот упал, там ножку сломал, не ходил там вот, или ещё что-то. И там врачи помогли, там новую таблетку-то придумали. Реальность подстроится под другое видение её новой картинки мира, понимаете? И те, кто мамы говорят, что я-то тут ни при чём, он такой родился, вы не виноваты, но вы при чём? Это ваше желание. Такое же встречное, как у ребёнка, срезонировать и друг друга чему-то научить. И у вас есть выгоды. И вы эти выгоды не хотите рассматривать. Даже если вы их рассмотрите, у вас есть куча привязок, от которых вы не хотите отмазываться, открещиваться, убирать их. То есть я нужна, я востребована, я молодец, я столько всего делаю. Благодаря ему я там суечусь, благодаря ему я там путешествую, благодаря ему я могу не беспокоиться в завтрашнем дне, потому что мне платят пособия. У меня там классные группы, где я общаюсь, моё времяпровождение такое. Мне никуда не надо ходить на работу. То есть от привязок надо сначала избавляться и с шаблонами работать. Ну, конечно, в это пособие. Мне тут девушка написала, посмотрев все видео, что «А вы знаете, а в России сущие копейки платят, а вот за границей очень хорошо обеспечивают». Я говорю, а что вы пытаетесь этим комментарием сказать, типа давайте рожать инвалидов и жить, переезжать в Европу, чтобы большие деньги платили. Так что ли вы хотите? Так у вас и будет, если вы так хотите. Она прям мечтает жить в Европе, потому что там офигенно много платят. Понимаете? И она попробует сейчас сделать либо себя инвалидом, либо своих знакомых, друзей, детей, не знаю, мужей и так далее. То есть мы своими желаниями, мы всё исполняем своими желаниями, да, но вот через такую жопу, ну, это же удобно. Вот. Причина в вас. И кто в первый раз смотрел видео, да, вот эти вот четыре, конечно, им сложно понять, как это я своим желанием создаю больных детей, почему мне выгодно, вам нужно просто пересмотреть какие-то ещё другие видео, где, может быть, я много, глубоко и понятнее объясняю, почему причина в нас. Ясное дело, то, что я шесть лет на видео всё время объясняю, да, сложно было уложить и, ну, как бы, чтобы сразу человек с одного видео взял и всё понял, ну, мне кажется, это невозможно, это нужно ни одно видео увидеть. Да, Ирина? Не только видео, он видит видео, но он видит этим видео всегда один. Да, Ирина, так, иди сюда. Человек, как Ирина сказала, смотрит мои видео, но видит себя изнутри, и он всё равно будет выхватывать, выхватывать только то, что он готов принять и что позволит его шаблоны мышления. И он будет видеть в видео сплошную чушь, потому что для него не характерна эта информация, да, и он привык к другому. Но проходит время, у него же какой-то маленький один пазлик из 100%, там, 2-3% какие-то сложились, он что-то допонял, остальное нет. Проходит время, и уже на изменённом немножко сознании смотрит заново. Информация уже по-другому воспринимается. И ещё какие-то пазлики выхватываются с этого видео. Сознание опять меняется, вы опять смотрите видео, и вы видите вообще другую информацию на изменённое сознание. Вы ещё больше каких-то пазликов выхватываете, поэтому, может быть, многие видео придётся посмотреть. Во-первых, много разных видео, а во-вторых, ещё не по одному разу. Так, ждём Айгуля, она в клинику побежала вечером, и расскажем ещё интересности, которые произошли. Трансформации у неё за трансформациями просто идут. У Иры вот такие глаза, она просто наблюдает за Айгуль. Айгуль не видит ничего, что вокруг неё происходит. А Ира как переводчик ходит за неё. Да ты посмотри, это же вот это вот так, а это вот так. Ты чё не видишь? Ты же сама сидела сейчас с сыном и с мужем по видео, и мне говоришь, посмотри, мой сын с тобой, Ира, разговаривает, а ты нам всем говорила, что он не говорит. Ты чё это не видишь? То, что ты сама нам доказываешь, что сын разговаривает, а сама слепая, и не видишь, что сын разговаривает, и доказываешь, что он не говорит. Ну вот это как вообще? Она не слышит его, не видит, у неё слепая зона, понимаете? Но опять же сейчас потихонечку до неё начинает доходить, 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 и в итоге посмотрим, что будет. Но в реальности мы не ждём, что ребёнок станет здоровым. Не ждём. Это для неё награда и подарок прожить вот такую жизнь, да, и очень много осознать в этой жизни. А может быть, и будет по-другому. Мы не знаем и ничего не ожидаем. Только включаете ожидания. Ой, ну я же трансформировала, чего ничего не меняется? Во-первых, если вы трансформировались с наблюдателем, наблюдатель видит, что меняется, и он может вам подсказать, что поменялось. Но когда вы сами с собой работаете, у вас всегда, у меня так и было. И то есть вы всегда будете говорить, что у меня ничего не меняется, потому что изменённая реальность подстраивает прошлое, что у меня всегда так было, понимаете? Чтобы видеть изменения, нужен проводник, который будет, как наблюдатель, вас вести и подсказывать, что поменялось. Сами даже, вот вы один маленький шаблончик разобрали, у вас уже что-то поменялось, но вы это не увидите, понимаете? Потому что вы с этим так и жили. У вас взгляд другой, прошлое другое, как было, так и есть. Но оно поменялось, вы просто это не заметите. Вот, когда работаете с проводником, вам проводник может подсказать, показать, направить ваше внимание и показать, какие изменения он видит. Это если хороший проводник. Есть такие же кукушки, которые трансформируют людей, проводят с ними работу, пытаются излечить отражение в своем зеркале, а над собой не работают, они не увидят ничего. Естественно, они тоже изменений не видят. Они как наблюдали больного человека, с которым они работают, так и наблюдают его. Но когда человек, проводник с собой работает, смотрит, что ему клиент говорит. Ага, это про меня, и это про меня, это про меня. Начинает у себя трансформировать, он начинает своего клиента видеть уже здоровым. Он не видит его больным. Реальность у двоих меняется, естественно. Но проводник помнит его старое прошлое, что он поменялся. Квантовая запутанность. Иди сюда, расскажи. Татуира что-то есть добавить. Вот прямо сейчас, ребята. У нас еще пять минут. Всем привет. Нет, сейчас даже вот она обувалась, и надо было в клинику идти. И она обувается прямо около дверей входных. И такая, берет одни носки. Такая, только одевать. Еще одни. Тут же лежат еще. Она говорит, блин, что у меня тут еще одни носки? Говорит, это твои носки? Я говорю, да нет, это не мои носки. Говорит, это твои носки. А что у меня двое носок? Такая, и пошла. Я говорю, ты что, не поняла, почему у тебя двое носок? Она говорит, нет. Я говорю, потому что ты носишь чьи-то ноги с собой. Ты не хочешь их отдать человеку, который не может сходить. Это жесть. Я говорю, е-мое. А вчера, когда про пары рассказывали, они видели все время пара, 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 пара. Помимо того, что пара, мы сказали там две руки, две ноги, пара дуальности. Что еще вы сегодня про парту осознали интересное? Вот вы мне на балконе рассказывали, я подзабыла, но это что-то было прям вау. К чему пара была? Почему вы пары везде видите, мужское и женское? Ну, во-первых, мы вчера видели все мужское пару, то есть пара, два мужчины, два ангела-мужчины, два, как сказать, и на остановке тоже подсели два парня, и почему-то один подсел Кайгюль рядом, который танцор, а не тот, который его друг. Мог бы и друг его подсесть, ну, как бы, они по-другому могли сесть, но он подсел именно к ней. И они, и Айгюль называет сына танцор, говорит, мы всегда своего сына называем танцор, Артем танцор. Я говорю, а ты не заметила, что этого парня тоже зовут Алекс? Тоже на А. А другого Карлос. То есть не Карлос к тебе подсел, а Алекс именно, а, ну, именно танцор. Так, а пара-то что? Пара-пара. Пара-это, ну, пара-это, муж же на одной ноге, человек целостный, когда две руки, две ноги, два уха, два глаза. А почему именно муж? Мужчины. Ей попадаются мужчины, потому что у нее, ну, сын. Потому что у нее сын, мужчина. Пара-это... Не, что-то ты другое говорила. Даже этот... Надо вспомнить. Даже парень этот, который говорит, я танцор, я танцую сальсу. Сальсу, это же парный танец? Вроде да. Он же может там и один брейт-танц танцевать, но он танцует пару, парный. У меня ассоциация только с парой дуальностей, что это тоже, да. с целостностью. Вот, я сказала. Вот, а мужчины это действие. Делать. Мужская сила, мочь. То есть она может... Может. Нифига там шторм. У нас просто какая-то такая прям трансформация. И говорю же в начале эфира, у нас такой шторм на улице, гром, молнии, деревья просто поломанные все на улицах. Там такое творится. Девочки гулять хотели. Я говорю, ну, вы не погулять сюда приехали. Поработать. Сидите, работайте. Я говорю, вот этот, я осознаю, что это вот у меня... А я хожу целый день, у меня такое внутри. А это вот оно, мое внутри. Это вот этот шторм, этот ветер. Это вот все ураган. Это вот это у меня просто внутри. Ну, и у Эйгули, и у Нели, ну, у нас это внутри. Сейчас и у зрителей тоже наблюдают. Я хотела еще добавить про видео, Нелли говорит, вы будете смотреть. Вы смотрите видео, вы не видео смотрите. Вы смотрите себя, ну, как, свою душу. И когда вы пересматриваете, вы не видео пересматриваете. То есть вы пересматриваете, о, блин, я это не слышала. Она этого и не говорила. Как я это не слышала-то в тот раз? Это одно и то же видео. То есть вы, вы себя смотрите. Себя изнутри. Вот. Поняли? Так объясните. Я поняла, не знаю, ребята, Пускай посмотрят 150 раз. Что я еще хотела сказать? Про дедушек, про подарки, когда игру придет вечером. Очень интересные истории. Мы вчера забыли самые главные трансформации, с чего началось, с чего она проснулась. Это мы вечером расскажем. Она придет, сама расскажет. Мне во сне снились зубы. Рыбьи я их ела. Такие большие челюсти, куча голов рыб. Там много зубов. Я сидела и ела эти зубы. И у меня все с зубами сейчас связано. Зубы — это рот, это мудрость, это самый крепкий материал. Когда мы его ограняем, как алмаз, он становится хрупким бриллиантом. Когда мы отсекаем от себя разные части, то мы разрушаемся. Зубы нам показывают о нашем разрушении, о том, что мы от себя пытаемся сделать идеальными, огранить огранкой, и ограничиваем, убирая много ненужного. То есть это мне не нужно, я не такая, я хорошая, я не плохая, я умная, я не дурочка. То есть мы начинаем вот эту вот огранку, сыпятся зубы. но сейчас-то все приезжают ко мне делать зубы. Во-первых, это в 3-4 раза дешевле, ну и плюс очень хорошее качество и так далее. Ну ладно, не об этом. Я про то, что для меня зубы — это собрать обратно, ну то есть обратно делают зубы, обратно крепкий материал ставят, обратно приобретают того, чего не было. То есть я сейчас в своем мире уже месяц вижу, как я свою целостность собрала с помощью этих зубов. Вокруг людей собираю эту целостность, и теперь мне нужно больше-больше этой работы с людьми, чтобы еще больше вытянуть из них разных мест, которые узких, я не вижу в себе, да, они мне приходят это показывать. Я уже просто не знаю, что уже трансформируют. Ну блин, мир настолько идеальный, ничего не надо делать, переделывать, куда-то спешить. Вообще я сижу кайфую, вышла с этой депрессией летней, вот, у меня настолько какие-то движухи такие нереальные, я уже не знаю, что, ну и вот эти зубы собираться начали, ну то есть как бы целостность обратно, я свою... Вот, и у кого зубы больные, вы отрицаете этот мир, отрицаете все, что есть, вот все, что в мире есть, оно есть, все, это только принять можно. Никуда его из этого мира невозможно одеть, никуда утилизировать, невозможно эту песчинку прогнать с нашей планеты, Земля, никакую. Да? Ничего. И когда вы пойдете смотреть следующее видео Неллина, следующее вы... Вау, гром прогребел. Вот, на моей фразе, вы идете не себя, не Нелли смотреть, а вы идете себя смотреть. Ну да, кстати, классно. Вы идете себя смотреть изнутри, вы прям вот себе голове... Так, сейчас я пойду посмотрю еще на себя, еще на себя, то есть вы опять включаете то же видео в пятый, в десятый раз, и вы видите в себе опять то, что вы не видели. То есть вы идете себя смотреть, в первую очередь, изнутри. Ой, спасибо вам, ждите шестую серию. Новостей. Хороших. Да. Пока.